Итак, рассмотрим, как выполнить данное изделие на станке с 3 плюс 1 координатой, соответственно, с делительной головкой. Можно использовать роторную обработку, но тогда данная деталь будет выполняться по сути одной операцией. Что делать, если нужно ее разбить на элементы? По сути, нужно выполнить верхнюю, к примеру, часть заготовки, выполнить два кармана, после чего повернуть заготовку на 90 градусов и уже, соответственно, выполнить данную грань с пазом. Сделать это можно следующим образом. Если не учитывать использование одной операции на всю обработку, используя инструменты роторной обработки. Собственно, это будут тоже они, но немножечко по-другому реализованы. Для того, чтобы реализовать данную систему, необходимо добавить несколько точек нулевых с правильно выставленной координатой Z. Дважды нажмем на ноль детали, снимем выделение с позиции МАК-1, которая была задана для добавления заготовки. Тут ось Z на оси детали и добавим позицию МАК-2 для обработки верхней поверхности и МАК-3 для обработки боковой поверхности. Итак, позиция в станке 2, 0, 0 детали по центру поверхности вращения и выберем центр. Поверхность вращения непосредственно после чего развернем заготовку по X, расположив ось Z таким образом, чтобы она была перпендикулярна плоскости, на которую будет производиться операция. Подтвердим. И точно так же добавим позицию МАК-3 для боковой поверхности. Позиция 3. Снова указываем центр поверхности вращения и непосредственно поверхность вращения. И теперь разворачиваем по Y таким образом, чтобы ось Z была перпендикулярна уже боковой плоскости. После того, как добавлены необходимые нулевые точки с правильным позиционированием, можно добавлять операции, переключаясь между базовыми точками. И таким образом, при выполнении одной операции и при переходе к следующей с изменением нулевой точки, деталь будет проворачиваться в делительной головке на необходимые координаты. Подтвердим добавление точек и создадим многоосевое фрезерование. В данном случае будет использоваться тип обработки перпендикулярно кромке, так как необходимо задать правильно позицию инструмента, и это самый оптимальный выбор для данной модели, так как если использовать параллельно поверхности, то поверхность, выбранная в качестве опорной для задания параллельности, не будет учитываться в ходе обработки. Поэтому используем технологию перпендикулярной кромки, выбираем позицию МАК-2 с осью Z перпендикулярно плоскости обработки и начинаем задавать геометрию. Выберем поверхность обработки, это будет верхняя плоскость детали и два кармана. Подтвердим выбор, зададим направляющую кромку, в качестве направляющей кромки выберем кромку на детали, которая будет сформирована после процесса обработки. Для большей точности нужно, конечно, замкнуть данную цепочку, но не забывайте о том, что направление обработки должно быть правильно задано. Но опять же, в данном случае можно использовать одну направляющую кромку, и этого будет вполне достаточно, чтобы задать необходимое положение инструмента. Подтвердим выбор, после чего перейдем во вкладку «Инструмент» и подберем необходимые, либо из имеющегося в наличии, либо просто подходящие для выполнения данной операции. В данном случае это будет концевая фреза 6 мм, можно добавить другой инструмент, но в данном случае выберем «Доступный из списка для данной операции». Уже добавленный заранее. Подтвердим выбор. Перейдем во вкладку «Плоскости». Пространством безопасности будет цилиндр параллельно оси «Y» с радиусом в 20 мм. Параметры траектории подразумевают настройки допуска резания, пусть это будет черновая обработка, с допуском в десятые миллиметра. Положение оси инструмента необходимо выбрать четырехосевую обработку. Зафиксировать пятую ось при ее наличии с нулем градусов. Также, если пятая ось на станке не присутствует, также оставляем ее фиксированную с нулем и выбираем ось, которая в данном случае будет вращаться так, как делительная головка установлена в плоскости XY. Согласно заданным точкам, в оси «Y» находится ось вращательной головы. Выбираем ее и подтверждаем выбор. Положение оси инструмента без отклонения и нормали поверхности, чтобы не было проворотов во время обработки данной поверхности. Также можно включить контроль столкновений, задав добавленную ранее модель заготовки в качестве ограничения зоны безопасности, на подводе к которой будет включаться замедленная подача. В общем-то, данных настроек достаточно для выполнения операции. Перейдем к генерации траектории симуляции процесса. Запустим симуляцию. Как видно, деталь обработалась, создались оба кармана и создалась поверхность. Добавим аналогичную операцию для второй плоскости. В данном случае инструмент будем использовать также концевую фрезу, но не 10-ти, а 6-ти миллиметровую, чтобы сформировать данный паз. Пространство безопасности будет также цилиндром, но уже параллельно оси Х с радиусом 20 миллиметров. Параметры траектории допуски резания немного расширились. Появился коэффициент сопряжения цепочек. Можно задать необходимый коэффициент, можно оставить по умолчанию. Выберем автоматический и перейдем в настройку положения осей. Также используем 4 оси, но в данном случае будем вращать ось Х. Либо можно развернуть точку по Z, что мы сейчас и сделаем. Так как в начальном шаге я ошибся и не продумал этот момент, сохраним операцию и развернем для точки 3.1 ось Y таким образом, чтобы она была также соосна оси детали. Так как в первой операции делительная головка была расположена в оси Y, чтобы машина правильно восприняла управляющую программу, во второй операции оно должно быть расположено там же. Таким образом, мы получим, что между первой и второй операцией делительная головка совершит поворот на 90 градусов, заняв правильное положение, и больше двигаться не будет, для этого нужно правильно разместить точки. Желательно это делать заранее, но в данном примере я ошибся. Однако это можно легко исправить, перейдя в менеджер заготовки и для позиции Мак-3 выбрать пункт «Редактировать», нажав кнопку «Редактировать ноль детали». Также выбираем плоскость, проворачиваем по Y, таким образом, чтобы ось Z находилась вертикально, и проворачиваем по оси Z, таким образом, чтобы ось Y совпадала с осью заготовки и детали. После того, как точки поправлены, можно продолжать задавать операцию. Для относительно простых деталей, вроде этой, положение нулевых точек можно определить изначально, но для более сложных операций вполне допустимо добавление данных точек по ходу создания направляющей программы либо их редактирования. Как вы сейчас убедились, это совершенно несложная операция. Итак, вернемся к положению оси инструмента. Выберем оси вращения Y как. И в прошлой операции фиксируем пятую ось с нулем, так как пятая ось провернулась в предыдущем шаге из-за того, что неправильно была выставлена точка, и для обработки данной плоскости была выбрана положение с учетом пятой оси. Если пятой оси нет, выставляется точка в нужном расположении координат, и обработка происходит без всяких проблем. В общем-то, также можно применить контроль столкновений, как и в прошлом шаге, выбрав модель заготовки, в качестве плоскости безопасности, и перейти к симуляции созданной операции. Как и предупреждало добавление, расчет траекторий занимает больше времени из-за того, что применено автоматическое сопряжение траекторий. Запустим процесс симуляции для второй операции и имеем данный результат. Программа отработала нормально, обработано две поверхности и три кармана. При этом не была использована роторная обработка, но, тем не менее, была задействована четвертая ось, которая при смене операции провернула заготовку. Естественно, данную программу необходимо обкатывать на оборудование, но в целом результат симуляции удовлетворительной.